Библейский портал экзегет.ру представляет Мы прочитали, как он зашел на престол, мы уже прочитали, как он прославился своей мудростью, а вот самое главное дело его жизни, оно начинает описываться в пятой главе. Когда царь Тиро Хирам, Тир это финикийский город, к северу от земли Израиля, и он союзный израильтянам город. Когда царь Тиро Хирам узнал, что Соломона помазали на царство вместо его отца, то послал к нему своих слуг, ведь Хирам был другом Давида при его жизни. И Соломон передал Хираму через послов такие слова. Убили для меня кедров на Ливане, слуги мои будут вместе с твоими слугами, и плату твоим слугам буду давать я, сколько ты скажешь. Ты ведь знаешь, что нет среди нас таких умелых дровосеков, как Сидоняне, ну то есть финикийцы. Интересно, что идея построить храм, которая, конечно, когда-то пришла в голову Давиду, и которую Господь не одобрил, она высказывается Соломоном только в разговоре с иноземным царем, с Хирамом. Почему? Хирам язычнику, ему это более-менее все равно. А вот Хирам тот человек, который может обеспечить ресурсы и технологии. У него есть мастера, у него в окрестностях растут ливанские кедры, без которых это строительство не пойдет. И поэтому Соломон говорит об этих вещах тогда, когда их становится возможным реализовать. Еще, почему, собственно говоря, он объясняет, что Давид не построил храм. Вот Господь ему не дал, так мы читали во Второй книге царей. А здесь, он говорит, он слишком много воевал. Есть ли противоречия? Ну, не до храма ему было, войны он вел. Я думаю, что дело не в том, что Давид был слишком увлечен военными кампаниями, а скорее война, состояние кровопролития, пусть даже и такого, которое дозволяется законом, все равно оно не предполагает строительство храма. Вот что-то другое должно быть, какая-то должна быть мирная жизнь, в которой нет места крови, и тогда храм будет строиться. И, собственно, Хирам, он, видимо, об этом и говорит. Когда Хирам услышал слова Соломона, то с большой радостью сказал, благословен Господь, который дал Давиду мудрого сына и на ней поставил его над этим многочисленным народом. Хирам передал через послов Соломона, выслушал я твоих послов и сделаю, что тебе угодно, и на счет кедровых бревен, и на счет кипарисовых стволов. Мои слуги садут их с Ливанской гор к морю, я плотами отправлю их к месту, которое ты мне укажешь. Там я прикажу разделить плоты, и ты возьмешь стволы. Но и ты выполни мое желание, поставляй продовольствие для моего двора. Ну вот, международная торговля. Ливан до сих пор славится своими горами, на которых растут леса и ливанские кедры. Вот там будут их рубить, жители города Тира, и отправлять плотами по морю. А там уже на Израильском берегу их будут вылавливать. Хирам поставлял Соломона кедровые и кипарисовые стволы, сколько тот желал. А Соломон давал Хираму для пропитания его двора 20 тысяч коров пшеницы, коров 200 литров, то есть очень много, и 20 коров выжатого из олив масла. Вот что поставлял Соломон Хираму из года в год. Господь даровал Соломону мудрость, как и обещал ему, между Хирамом и Соломоном был мир, и они вдвоем заключили союз. Царь обложил трудовой повинностью весь Израиль, на него работали 30 тысяч человек. Он отправлял их в ливанские города сменами по 10 тысяч. Один месяц смена была на Ливане, а два месяца дома. Во главе их стояла Данирам. Еще у Соломона было 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменотесов в горах, а сверх того 3300 соломоновых надсмотрщиков, которые наблюдали за работой народа. По приказу царя они обтесывали большие камни, чтобы эти искусственно обработанные камни положить в основание храма. Их обрабатывали строители Соломона и строители Хирама, а также мастера из Библа, еще один финикийский город, в котором, кстати, делали папирусы, и слово «Библия» восходит к греческому слову «книга», а слово «книга» восходит к названию финикийского города Библа. Они же заготавливали древесину и камни для строительства храма. Вот интересно, что вся богословская история была про Давида, а Соломон — организатор и, собственно говоря, начальник строительства, такой прораб Давид. Он, скажем так, идейный основатель храма, а Соломон — исполнитель. Вот как иногда распределяются роли в истории. И интересно, что вот пятая глава, она обращает куда больше внимания на эти хозяйственные подробности, наверное, потому что без них, собственно, храм невозможно построить, и потому что они тут тоже значимы. Причем этих подробностей дальше уже скорее архитектурных у нас будет очень много.